Нет нужды быть конспирологом, чтобы знать. Активность отдельного человека-атома прочитать действительно сложно. А вот векторы движения миллионов не просто предсказываются, но даже легко программируются. Социодинамическое проектирование — обычное занятие для ситуационных комнат президентских дворцов. Да что там, даже популярные медиа развлекаются умозрительным конструированием подобных вещей, что обескураживает, по правде говоря. BBC-то достались ответственные и серьезные люди, даром что отставники. А теперешние через одного то ли прикидываются клоунами, то ли являются ими в реальности. Взять хоть того же Бориса Джонсона. Как бы то ни было, фильм BBC — это игра ума, но красноречивая. Сценарий составлен давно, оставалось только выбрать нужный. Вернемся к нашим литовцам. О том, что решение насчет блокады принималось совсем не в Вильнюсе, в самой Литве говорили только что не с истерическими нотками. Авторство перебрасывают из рук в руки, как горячую картофелину. Более того, пытаются оспорить очевидное. Блокады Калининграда нет. Просто в минувшие выходные вступили в силу санкций в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет. И, соответственно, железнодорожные агенты проинформированы о применении этих санкций. Может, вильнюсское начальство не очень понимает смысл используемой терминологии. Блокада — это как раз и есть прекращение доступа кого-либо, куда-либо или к чему-либо. ЕС тоже делает вид, что явление есть, а слова такого нет. Я разъяснил позицию ЕС, суть которой такова. Запрета на транзит нет, блокады нет тоже. Я призвал российскую сторону сохранять хладнокровие, избегая эскалации как на словах, так и на деле. Как же нет? Если некой страной в нарушении своих международных обязательств создаются препятствия к циркуляции товарных потоков в пределах другого государства, это не просто блокады, это фактическое объявление войны. И в Литве это прекрасно понимают. Вот впал в истерику министр обороны, а вот задаются вопросом местные здания. А нам за это ничего не будет? Как-нибудь. Обязательно будет. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы. Пока решено произвести отключение Литвы от единой белорусско-российско-прибалтийской энергосистемы Брелл. Это заденет противника, но нечувствительно. Литва и сама собиралась выйти из Брелл, а электричество она формально покупает только скандинавское. Ну, может, на пике зимнего потребления еще и белорусское. Однако тайком и через четвертые руки, чтобы никто не догадался. Но следует помнить, Вильнюс планирует ожесточение блокады. После железки аналогичные ограничения на транзит были введены для автотранспорта. Ну и далее со всеми остановками. 10 июля перечень ограничений пополнит цемент, 10 августа уголь, 5 декабря нефть. Все это, конечно, можно доставлять по морю паромами, но зимой начнутся штормы, будет мешать лед. В общем, Калининграду явно грозят блэкауты и медленное замерзание. Неужели это не блокада? Есть попытка драматизировать ситуацию. Товаров будет задета меньше половины от объема транзита, даже когда санкции вступят в силу в полном объеме. Выходит, блокады нет. В хорватской почему-то газете сообщили, что Литва готовится прервать также транзит в российскую область газа. Бог весть, правда ли? Но если да, то в совокупности меры эти и есть полноценное нападение. И жертвы будут в виде замерзших с голодными и разрушения по причине отсутствия стройматериалов для ремонта. Причем схема почти такая же грубая, как в старом добром гопстопе. «Купи кирпич». Эй, купи кирпич. Кирпич? А мне кирпич не нужен. Нужен, нужен. Соединенные Штаты, стоящие за спиной продавца кирпичей, уже выступили с предупреждением. Литву защищает пятый пункт Устава НАТО, поэтому никакого применения к ней силы быть не может. Но сила собственно и не нужна. Пресловутый Сувакский коридор, который пробивается в область малой крови могучим ударом, это пустая фантазия, наследие другой эпохи. Он бесполезен, даже если задаться целью его добыть. Из Белоруссии в Калининград нет в этом коридоре дороги. Добраться можно только болотами и на танках, а уголь мерзнущим так не повезешь. Есть у России два крайних невоенных средства, так сказать, инструменты бесконтактного вразумления. Во-первых, прекращение поставок газа в Европу. Нет, не блокада. Как такой язык поворачивается произнести? Просто сломалось что-то в компрессорах. В своем случае, но всего лишь ограничение российским балк-слотом любого товарного доступа в литовские порты. А через Клайпеду доставляется в Литву тот же сжиженный газ, например. В общем, Третья мировая отнюдь не неизбежна, кто бы там Вильнюс в этом конфликте не направлял, Великобритании или Штаты. Единственное, следует сделать инструментом негорячей войны с Литвой газ, и тогда замерзшие позавидуют мертвым. Олег Романов, Главный эфир.